Всем привет! Сегодня мы выполним вот такой вот коробок на фанерном донышке. Сначала я взяла фанерное дно, покрасила его той же краской, которой я крашу трубочки на два слоя. После этого отлакировала тоже на два слоя. После этого мы уже подставляем наши трубочки. Подставляя трубочки я решила вот таким вот способом. Я загнула трубочку в двух местах и вот так вот продела. Таким образом мы проделываем по кругу. Высота у меня будет короба небольшая, поэтому мне одной трубочки хватает. Я потом добавлю. Наращивать буду в процессе уже когда будет загибка. Подставляем наши три трубочки и плетем веревочку из трех. Сразу говорю между трубочками у меня получается два с половиной сантиметра. Это между двойными трубочками сразу. Сейчас я подставлю еще по одной стоечке и как раз у меня получится между двойными стоечками по два с половиной сантиметра. Фанерная донышко у меня 6 миллиметров толщиной. Сейчас я вам покажу как я делаю в данный момент уголки свои. Я подставляю шпажку с внутренней стороны. По бокам у меня идут трубочки, стоечки и малярным скотчем я их закрепляю. И получаются у нас устойчивые углы. И оплетаем их тем узором, который вам нужен. Я оплетаю веревочкой из трех. Оплетаю я три ряда. Сейчас первый ряд проплету и буду добавлять, как я и сказала, еще по одной стойке. Так как расстояние у меня довольно таки немаленькое между стойками, можно добавить не по одной стойке, можно добавить по две стойки, чтобы была тройная стойка. Если вам это надо. Я решила, что буду делать на двойных стоечках. Заканчиваем веревочку из трех. Подошли мы к своей помеченной стоечке. И последняя трубочка за помеченную стоечку. И плетем дальше веревочку из трех, добавляя наши стоечки. После чего я покажу узор. Этот узор уже на моем канале был, но решила показать вам еще раз его на фанерном донышке. Продолжение следует... так смотрите, доплела я третий ряд. Теперь мы одну трубочку мы обрезали, она нам не нужна. И остается у нас две трубочки. Этот узор плетется на четном количестве стоек. Мы заводим так, чтобы у нас входило две трубочки из-за одной стойки. И плетем двумя трубочками сразу. Еще раз говорю, на четном количестве стоек. Проплетаем по кругу один ряд, после будем плести и второй ряд. Тут мы подошли к нашей первой стоечке, с которой мы начинали. Но мы плетем дальше по спирали. И у нас получается, видите, четыре трубочки. Также мы продолжаем. Проплетаем еще один ряд двойными трубочками. Аккуратно придавливаете к форме. Теперь мы плетем следующий ряд, но нам надо сделать уже вдогонку, чтобы у нас шли трубочки. Поэтому мы их разводим. Смотрите, нижнюю трубочку мы завели сразу за две, а верхнюю за одну. И у нас получились трубочки с ситцевым плетением вдогонку. Видите? Тут немножко место стыка мы придавили, чтобы оно не сильно в глаза бросалось. Но в принципе его не будет видно, когда вы сплетете его вообще не видно это место. Это место у вас будет сдвигаться по диагонали. Оно не будет на одном месте. Оно будет постоянно у вас двигаться в одну сторону. Это вы когда начнете плести, вы поймете, о чем я говорю. Потому что все время надо следить за количеством рядов, которые вы будете плести. Сейчас это вы поймете, о чем я тоже говорю, когда будете в процессе плетения. Проплетаем 6 рядов. Вот мы подошли опять к помеченной стоечке, но мы плетем дальше. Также продолжаем плести. Придавливаем наши стойки к плетению, к форме, чтобы они не оттопыривались. Вот смотрите, видите 1, 2, 3, 1, 2, 3. У вас должно быть это количество все время одинаковым. Здесь по 2. Значит доплетаем, чтобы было по 3. Следите за этим количеством постоянно, чтобы у вас количество рядков было всегда одинаковое. Именно это количество рядков у вас будет всегда меняться и будет уходить в сторону. Вот теперь здесь 3, здесь 2. Сейчас будем, сделаем здесь тоже 3. Теперь везде одинаковое. Видите, немножко уже произошел сбой у нас влево от нашей помеченной стоечки. Теперь нам нужно опять сделать, чтобы у нас шли трубочки, выходили из-за одной стоечки. Мы ее заводим назад и выходим из-за одной. Еще раз. Заводим. Вот у нас, видите, теперь 2 выходят из-за одной стойки. Все правильно. Так же, как было в самом низу. И теперь так же, как внизу, мы плетем двумя трубочками по кругу один ряд. Все то же самое, что мы делали внизу. Здесь мы также продолжаем плести по спирали, чтобы у нас было 4 трубочки. Вот они наши 4 трубочки. Все правильно. Здесь у нас все совпадает. Здесь мы также подойдем четырьмя трубочками и закончим плетение и пойдем нашим ситцевым плетением вдогонку. Теперь мы подошли к нашему окончанию узора. Там все плетется так же, как и в начале, в шахматном порядке. Подошли к окончанию узора нашему. Расстояние нашей высоты. И плетем веревочку из трех или то, что вам нужно. Следующая у нас идет розга. Я не стала ее показывать. Ее очень много у меня на канале. Ссылку я вам дам выше. Ну, а вы подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем творческих успехов. Увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok